МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Большой разговор с президентом. Александр Лукашенко провел встречу с представителями общественности и средств массовой информации. Весна не за горами. Готовность к началу полевых работ обсудили на заседании Гомельского облсполкома. Вызовы и угрозы. О стратегии противостояния негативным тенденциям современности интервью с прокурором области Виктором Морозовым. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. 1 марта в Национальном выставочном центре Белэкспо прошел большой разговор с президентом. Во встрече приняли участие более 200 человек. В их числе представители различных сфер. Политологи-экономисты, работники реального сектора экономики, общественных объединений и конфессий, а также средства массовой информации. Прямую трансляцию вели телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24». За ходом встречи внимательно следили и корреспонденты нашей телерадиокомпании. В начале разговора президент подчеркивает – закрытых тем быть не должно. Александр Лукашенко отмечает большую важность диалога, в котором участвуют все – народ, власть, представители белорусского и международного медийного сообщества, эксперты в самых разных сферах. Все, что сегодня прозвучит в этом зале, станет основой для подготовки важного для страны события – ежегодного послания президента народу и парламенту, отмечает глава государства. Наш президент – очень сильный лидер. И всякий раз это думаешь, что белорусскому народу повезло, что у нас такой лидер. Беларусь не такая большая страна, но в то же время президент себя чувствует превосходно рядом с мировыми лидерами, такими как Путин, Меркель и другими. И берет чувство гордости за нашу Беларусь, за нашего президента. Еще одна цель встречи – восполнить дефицит информации в таком, казалось бы, насыщенном медийном пространстве. Несмотря на его активное развитие, эксперты отмечают дефицит контента, который пользовался бы абсолютным доверием аудитории, отмечает президент. И самый первый вопрос, который волнует всех – развитие союзного государства. Александр Лукашенко убежден – Беларусь и России необходимо быть вместе. Братья уже не выбирают. И у нас море недостатков. Мы тоже не всегда, знаете, пушистые и беленькие. Поэтому это жизнь. К этому надо спокойно относиться. Но мы должны быть вместе. Работники открытого акционерного общества «Милковита» за ходом большого разговора с президентом следят во время обеденного перерыва. Особенный интерес вызывают слова главы государства о торговых отношениях с Россией. Александр Лукашенко обращает внимание. Беларусь поставляет на рынок свою самую лучшую пищевую продукцию. Однако в России существует большое давление определенную группу, и поставки часто блокируются. Работая на предприятии, зная все технологические процессы, видя их, наблюдая, в принципе, могу делать выводы, что на самом деле у нас предприятие выпускает качественную продукцию, безопасную. Эту продукцию употребляет моя семья, мои дети. Я ее употребляю. Ну, наверное, это о чем-то говорит. Экономическому блоку во время большого разговора особое внимание. Очень важно, чтобы экономика каждого предприятия позволяла ему стабильно развиваться. В качестве примера открытое акционерное общество «Гомельстекло». Пять лет назад оно не могло рассчитаться с кредитами, полученными для модернизации производства. Принятое главой государства решение об отсрочке выплат позволило предприятию не только исправить ситуацию, но и уверенно чувствовать себя на рынке, в том числе международном. Без внимания главы государства не остается также тема развития предпринимательства и организации самозанятости населения. В стране сегодня многое сделано для того, чтобы человек мог двигаться в выбранном направлении, зарабатывать для себя и своей семьи. Для этого созданы все условия, начиная от малого предпринимательства до сферы IT. Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе, ну, слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений, больше не примешь, потому что полную свободу дать. В течение дня зарегистрировался, иди работай, заплатил там какую-то копейку, единый налог, а где-то вообще ничего не платишь. Так называемое самозанятое, и еще ни одной жалобы не было, чтобы кого-то там задержали, какой-то бюрократизм какой-то, кого-то заел, и не пустили человека работать. Большой разговор с президентом продолжался почти семь с половиной часов. Это прекрасная возможность не только подвести итоги 2018 года, но и в целом обсудить самые яркие резонансные события с белорусскими и зарубежными журналистами и экспертами. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Хотя на полях еще лежит снег, однако приближение настоящей весны ощущается все отчетливее. А это значит, что сельскохозяйственным организациям пора завершать подготовку техники и быть готовыми к началу полевых работ. На прошедшей неделе этот вопрос рассмотрели на заседании облсполкома. Прозвучавшие выводы оказались приятными далеко не для всех. Ситуацией ознакомились наши корреспонденты. Конкретные сроки начала массовых полевых работ сегодня еще не озвучиваются. Все будет зависеть от погоды. Однако случиться это может уже совсем скоро. Причем провести посевную нужно в оптимальные сроки. Иначе осенью можно опять недосчитаться десятков тонн потерянного урожая. И еще одна особенность этого года. С учетом проблем, возникших прошлым летом в связи с неблагоприятной погодой, в этом году в структуру посевных площадей внесли коррективы. Планируется увеличение посевных площадей кукурузы на зерно до 113 тысяч гектар. В сравнении с прошлым годом было около 60. Поэтому практически в два раза увеличиваем в структуре посевных площадей кукурузы на зерно. На предприятиях системы агросервиса сегодня ремонтируют всю линейку сельскохозяйственной техники, производимой в Беларуси. Плюс ремонт насыщенных электроникой импортных двигателей практически всех существующих моделей. Привезти их в надлежащее состояние в ремонтных мастерских сельскохозяйственных организаций невозможно. Для этого нужно специальное оборудование и стенды. Другое дело, что в хозяйствах не всегда есть необходимые для расчетов средства. В связи с чем в агросервисе готовы рассматривать различные варианты. Мы любые формы применяем. Что берем зерно, что металлолом, что мясом, что переводы долго. Дровами готовы брать, дуб, граб. Ну, разные источники. Учитывая ситуацию, в которой находятся сельхозпроизводители, естественно, мы идем навстречу. Это, конечно, не совсем удобно, но вместе с тем, это все-таки толчок к тому, чтобы ремонт производился, ремонт шел, и чтобы он завершился вовремя. Вся сельскохозяйственная техника, которая будет задействована на пассивных работах, должна была быть отремонтирована до начала этого месяца. Однако пока по ряду позиций разработанные графики не выдерживаются. Вместе с принятием мер по исправлению ситуации в Гомельской области начался процесс обновления технического парка. В прошлом году в рамках государственной чернобыльской программы для сельскохозяйственных предприятий области приобрели более 100 тракторов. Планы на этот год еще более масштабные. Аппаратка 1500 единиц. Это и тракторы энергонасыщенные 35-22, это и почвообработка к ним, это и кормоуборочные комбайны, это и зерноуборочные комбайны, это и автомобили МАЗ, которые именно будут для ферм, для того, чтобы обеспечивать работу на ферме. Алексей Натюров, Олеся Руденкова, Валерий Гопанько. Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Коротко о главных событиях из жизни региона далее в обзоре от службы информации. По многим показателям на первом месте, но сбавлять темпы нельзя. На расширенные коллегии комитета Гомель обл. имущества подвели итоги работы за прошлый год и определили первоочередные задачи на 2019-й. Впервые наш регион – лидер по удельному весу неиспользуемых площадей. Всего 2,3%. Общереспубликанская цифра почти на процент выше. По вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества и объектов открытых акционерных обществ с государственной долей собственности, Гомельская область не ниже второго места. Благодаря эффективной работе в бюджеты всех уровней поступило почти 250 миллионов рублей. Это почти наполовину больше, чем в 2017-м. В этом году необходимо вовлечь в хозяйственный оборот более 1200 объектов. Из них более 200 зданий нужно продать. В Рогачеве во время областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией обсудили криминогенную ситуацию в районе. Если в целом по Гомельской области по итогам 2018 года зарегистрировано снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, то Рогачевский район на фоне общей статистики выглядит не самым лучшим образом. Последние два года здесь наоборот фиксируют рост таких преступлений. В прокуратуре области отмечают одна из причин – недоработка субъектов профилактики первичного уровня. Во время координационного совещания выработаны дополнительные меры, которые должны способствовать усилению правопорядка и снижению преступности в сфере семейно-бытовых отношений. Среди главных условий достижения успеха – системная работа всех субъектов профилактики, их тесное взаимодействие. До 1 марта в Беларуси продолжалось проведение «Единых дней безопасности». В рамках акции проверка готовности формирований гражданской обороны и подразделений МЧС прошла на крупных предприятиях региона. На этой неделе масштабные учения провели в том числе на предприятии «Мозырские молочные продукты». По легенде, тут произошла разгерметизация оборудования на компрессорной станции и, как результат, выброса МИАКа. Сотрудники завода сработали оперативно. Информацию об условной чрезвычайной ситуации передали в службы экстренного реагирования. До приезда профессионалов самостоятельно организовали эвакуацию персонала и обесточили объект. В считанные минуты на место прибыли сотрудники МЧС, работники газовой службы и медики. Условную чрезвычайную ситуацию ликвидировали в короткий срок. Кардиографы, интерактивное управление фермой, 3D-карта Гомеля. На трехдневных акатон в технопарке собрались люди с мегаидеями. Подобный форум прошел впервые. Среди участников как молодежь, так и опытные предприниматели и разработчики, которые демонстрировали свои новые идеи. Это, к примеру, медицинская техника, мобильные приложения и программы. 48 часов команды работали, чтобы потом представить свои проекты экспертному жюри и получить их оценку. В Гомеле прошел шестой пленум областного комитета БРСМ. В центре внимания достижения молодежного актива Гомельщины. В финале республиканского проекта «100 идей для Беларуси» из 10 номинаций две достались нашему региону. Сразу несколько перспективных разработчиков получили гранты на продвижение своих бизнес-идей. Кроме того, по итогам работы в прошлом году Гомельский областной комитет БРСМ признан лучшим по организации волонтерской деятельности. Сегодня в регионе 225 волонтерских отрядов, объединяющих свыше 7 тысяч человек. Эстафета «Пламя мира» вторых европейских игр прибудет в Гомель 5 июня. Об этом сообщил журналистом начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ дирекции вторых европейских игр Алексей Богданович. Путь огня начнется 3 мая в Риме. После «Пламя мира» отправится в путешествие по странам Европы. В нашу страну огонь прибудет 11 мая. Маршрут эстафеты пройдет по всем областям Беларуси. В нашем регионе «Пламя мира» будет находиться с 5 по 10 июня. Факелоносцами станут известные уроженцы и жители области. Национальная безопасность – категория, затрагивающая абсолютно каждого. Правда, речь уже давно идет не только о военных угрозах и аспектах, связанных с противодействием преступности. С какими вызовами сталкивается общество в современной Беларуси? И какую стратегию противостояния выработали и реализуют правоохранители? Интервью с прокурором области Виктором Морозовым. Виктор Николаевич, пользуясь случаем, хочу предложить поговорить о вызовах и угрозах современного общества. Как бы здесь расставили акценты? Хочу сказать, что глава государства главную проблему для нашего общества видит распространение коррупции. Поскольку коррупция, как никакое другое явление, разъедает всю государственность. Как ржавчина. Совершенно верно. Идет компрометация должностных лиц. Идет неверие людей в то, что можно решить вопрос правовым способом. Поэтому глава государства сегодня требует и от нас, и правоохранителей, самые жесткие меры применять в отношении тех, кто переступил закон. Эта тема была актуальна и в 90-х. Эта тема по-прежнему актуальна и сегодня. В чем специфичность? Тогда были другие экономические процессы. Тогда, когда произошел развал Советского Союза, мы говорили о том, что разбазарилась государственная собственность. На базе государственных предприятий создавались почему-то частные предприятия. За копейки это все выкупалось и так далее. Тогда были одни процессы, сегодня другие. Сегодня мы говорим о том, что очень распространена коррупция при осуществлении государственных закупок. В России такое появилось выражение «пилить государственные средства». Вот в этом мы видим сегодня, прежде всего, свою задачу. Прозрачность тех процедур государственных закупок, альтернативность этих закупок, какое-то соперничество и так далее. Ну и, конечно, контроль со стороны государственных органов. Я еще об актуальном знаю. Не так давно в прокуратуре состоялось совещание с руководителями воинских частей региона. Близится призывная кампания. Вопрос, уверен, который витает в воздухе от матерей и отцов. Можно ли быть спокойными за своих детей, которые идут служить? Как прокурор, как глава надзорного органа в области, а я сегодня отвечаю за надзор и за войсками, в прокуратуре области есть военный отдел, есть офицеры, которые имеют определенный опыт, которые регулярно посещают воинские части, беседуют с личным составом, беседуют с военнослужащими срочной службы и проводят проверки соответствующие. И я, как авторитетный человек, могу заявить, что сегодня в войсках, расположенных на территории Гомельской области, созданы нормальные условия для того, чтобы молодые люди с достоинством прошли воинскую службу, и родители сегодня могут не волноваться за их судьбы. Ну и по завершению службы мы их вернем в семьи настоящими мужчинами. Вот даже при принятии присяги я присутствовал в воинской части, в январе месяце в воинской части 55-25, это внутренние войска, и где порядка 400 родителей присутствовало. Вот вместе с командиром воинской части мы ответили на все вопросы родителей, и я прямо заявил, если, не дай бог, вашего ребенка кто-то обидит, есть надзирающий прокурор, к которому всегда можно обратиться и военнослужащим, и родителям, и соответствующие меры по нашей линии будут приняты, и мы сегодня заинтересованы в упреждении негативных процессов, которые могут, вот, к сожалению, быть, как это случилось, Борисы. И еще о безопасности детей, уж слишком актуальная тема, о безопасности детей и подростков. Знаю, что прокуратура этому направлению уделяет особое внимание, что поменялось в обществе? Дети стали более жестокими и жесткими? Либо родители перестали должное внимание уделять своим детям и их безопасности? Ну, в вашем вопросе ответ кроется. Я должен сказать, что все-таки 21 век диктует нам новые условия, новые угрозы. Сегодня молодые люди чаще прислушиваются, к сожалению, не к советам родителей и учителей, а вот к интернету и тех, друзья, по ту сторону, которых они даже не видят, но их мнение авторитетнее, чем мнение родителей и мнение школы. Я бы видел вот сегодня со стороны родителей и со стороны педагогов у наших подростков выработать иммунитет тех негативных процессов, с которыми они сталкиваются. Это начиная от синего кита, вы знаете, общества суицидов, да, и заканчивая какой-то игровой зависимостью и так далее, и так далее. Не ограждать детей, а научить в этих процессах разбираться и выработать какой-то иммунитет, чтобы вы знали, что такое хорошо и что такое плохо. Вы задоверительные отношения. Совершенно верно. Есть сегодня примеры, когда инициативные родители при школьных советах общественных или попечительских, родительских советах, да, создают такие инициативные группы и под выдуманными никами сегодня заходят на сайты своих детей и, простите, задают им провокационные вопросы, начиная от наркотиков и заканчивая какими-то негативными вовлечениями другими. Для их же безопасности. Да, и проверяют, насколько они уязвимы сегодня вот по этим вопросам. Ну и потом, конечно же, делают для себя определенные выводы и проводят соответствующие беседы, наглядно показывают, насколько опасно то или иное явление. Виктор Николаевич, сегодня буквально тезисно мы поговорили об угрозах и вызовах общества. Как, на Ваш взгляд, вакцина от этих болезней придумана? Ну, если говорить образно, всякая эпидемия, борьба с эпидемией заканчивалась выработкой вакцины, которая помогала успешно решать вот те многовековые болезни, которые грозили человечеству. Дорогу осилит идущая. Совершенно верно. Спасибо за интервью. Фестивали, концерты, конкурсы, творческие форумы. Почти 140 тысяч мероприятий в сфере культуры прошло в 2018 году в регионе. О самых знаковых событиях, достижениях отрасли, сложностях и путях решения поставленных задач, а также о планах на 2019-е шла речь на заседании коллеги Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома. Сюжет Марины Джалой. В фойе колледжа искусства имени Соколовского экспозиция самых ярких страниц культурной жизни Гомельской области. У каждого района свой стенд с фотографиями, которые рассказывают о самых интересных событиях, о том, что наш край имеет бесценное культурное наследие, которое хранят и приумножают. Перед началом коллеги с выставкой знакомят высоких гостей. В 2018-й принес нашему региону много наград. Таланты из разных уголков области, прославляли свою родину на республиканских и международных конкурсах. Ряд крупных творческих форумов прошел и на нашей земле. Так, на высоком уровне в прошлом году провели международные фестивали «Зов Полесья», «Сожский хоровод», «Мой друг Баян», «Традиционную встречу молодежи», «Дружба-2018», «Республиканский фестиваль фольклорного искусства «Берогиня». Это настоящие культурные бренды региона». В ходе коллегии сквозной темой звучит напоминание о том, что сфера культуры – это люди. В регионе действуют около 200 организаций культуры. Коллективы каждой из них подготовили и провели обширную программу мероприятий, лейтмотивом которых стал Год Малой Родины. Активная работа учреждений культуры была высоко оценена на уровне Министерства культуры. Экспертная комиссия анализировала деятельность сферы по различным параметрам. От выполнения показателей отраслевых государственных программ деятельности по охране объектов историко-культурного наследия до реализации инновационных проектов. Гомельский область полком по итогам республиканского конкурса признан лучшим исполнителем комитета областного территориального уровня по реализации государственной культурной политики. В номинации «Лучший областной центр» конкурса «Город культуры» победу присудили Гомелю. Безусловно каждый район отличается друг от друга у каждого сильные стороны но оговорить о достижениях Гомельской области мне кажется даже не стоит искать дополнительные слова в этом году Гомельский област полком по итогам республиканского конкурса на лучшую практику по реализации политики в сфере культуры стал победителем то есть вот этот результат это показатель на всю страну показатель то что системно проводятся меры то есть реализуется политика и культура области благодаря в том числе ее кадров и сотрудникам достаточно хорошо на уровне всей республики вы лучшие по итогам 18-го но темы для обсуждения на коллегии касались не только организации проведения мероприятий и присуждения наград отдельное внимание уделили проблемным моментам например нужно обеспечивать рост заработной платы работников сферы культуры а многие библиотеки не имеют компьютерного оборудования что недопустимо в период развития цифровых технологий также нужно расширять интернет-аудиторию средств массовой информации что касается медиапространства то еще один акцент на необходимости активного освещения важных исторических событий ими будет насыщен 2019 год это мероприятие по празднованию 25-летия Конституции Республики Беларусь политических компаний 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков Марина Джалая Валерий Гопанько Новости недели В первые выходные марта в Гродно проходит международный фестиваль фокусников Magic Show Шестой форум иллюзионистов собрал представителей этого волшебного искусства из Беларуси России, Украины Польши Литвы На одной сцене новички и профессионалы иллюзии Культурная жизнь Гомельского региона тем временем наполнилась весенними выставками яркими выступлениями музыкантов и праздничным настроением С подробностями Евгения Кухаронок Наступила весна на дворе Март и я вот над чем задумалась Сколько существует вариантов ответа на вопрос кто или что бывает мартовским Прям идеальное задание для телеигры сток одному Мне на ум пришло более 10 ответов и многие связаны с природой или погодой Но я думаю вы со мной согласитесь Самое популярное словосочетание с этим весенним прилагательным остается мартовские коты Именно им и посвятили новую экспозицию в выставочном пространстве Гомельской городской библиотеки имени Герцена Проект Кот-Арт создали студенты факультета промышленного и гражданского строительства Белгута Они представили на выставку 30 работ Это не только картины но и макеты Здесь есть коты веселые и грустные властные и робкие лукавые и простодушные Некоторые из них даже живут человеческой жизнью Тем временем трупа Гомельского областного драмтеатра в первые дни весны решила пригласить всех желающих на французский ужин Спектакль под таким названием дебютировал в мартовской афише Премьеру приурочили к предстоящему международному женскому дню Это комедия в которой размеренная семейная жизнь французской пары превращается в клубок интриг притворства и измен В Гомеле на неделе прошел областной этап пятого республиканского осмотра конкурса детского творчества Здравствуй мир Участие в нем приняло более 700 талантливых детей из 15 районов Гомельщины Лучшие через месяц примут участие в галоконцерте в Минске И в завершение новости культуры одной строкой Скульптор Дмитрий Попов на открытии своей персональной выставки в Гомеле подарил Дому культуры железнодорожников 22 скульптуры Писатель и драматург Василий Ткачев презентовал в городской библиотеке имени Герцена две книги «Стежки-дорожки» и Житевенки А в колледже искусств имени Соколовского прошел концерт посвященный великому мастеру композитору Петру Чайковскому В следующей неделе обещают быть не менее интересной В Гомель приезжает вокальная группа «Чистый голос» живой звук исполнение более чем на десяти языках легкая замена любого инструмента голосом каждый концерт коллектива это откровенный разговор со зрителем в Гомеле таковой состоится 5 марта в ОКЦ А 6 марта в картинной галереи Гаврила Ващенко презентует уникальную выставку «Дивные узоры Вологодского кружева» экспозиция продемонстрирует лучшие кружевные изделия художников этого утонченного искусства также во время открытия будет организован мастер-класс по плетению Вологодского кружева в кинотеатрах региона одновременно с мировой премьерой стартует показ ленты «Капитан Марвел» это первый женский фильм киновселенной Марвел и выходит он в прокат как раз накануне 8 марта также в праздничные дни на большом экране романтическая комедия от студии «Квартал 95» «Я, ты, он, она» как утверждают создатели фильма он сделан с любовью и о любви самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Сергей Лукашук культурное обозрение подготовлено специально для программы новости недели Такой увидели эту неделю наши корреспонденты а о том что обсуждали пользователи соцсетей и блогосфера расскажет Анна Карольчук в рубрике Топ Онлайн А на что ты готов из-за любви к кумиру испанская болельщица например сделала себе татуировку с портретом белорусской гимнастки Екатерины Галкиной На это обратила внимание издание Трибуна.com Сюзанна из Мадрида опубликовала фото новой татуировки на своей странице в инстаграм Девушка оказалась поклонницей таланта белорусской спортсменки многократного призера чемпионатов Европы и мира Сама Екатерина Галкина была удивлена и тронута таким поступком о чем тоже написала в инстаграм По Могилевской области ездит конемобиль Впереди лошадь Зорка сзади кузов от автомобиля который подарил сосед Изобрел необычное средство передвижения холостяк Алексей Усиков из Шкловского района Мужчина работает животноводом а в свободное время мастерит своими руками Конемобиль он оборудовал фарами, дворниками и акустической системой Однако салон отапливается дровами Сбежала из дома и нарушила ПДД На улице Гомельская в нашем областном центре бегала свинья Оказавшись на свободе она начала переходить проезжую часть в непредусмотренном для этого месте Пока хозяева пытались вернуть животное домой водители проникли с ситуацией и не мешали ей курсировать по дороге не обращая внимания на образовавшийся затор Все живое радуется весне Вот и Страус Федя из Романовича решил исполнить торжественный танец его хозяин не удержался и похвастался талантливым питомцем в сети Сергей Серый выложил видеозапись в Ютуб Птица присев на землю расправляет крылья и раскачивается в разные стороны словно танцует цыганочку Молодец, Федя давай, я тебя поглажу приговаривает хозяина даренной птицы На самом деле Страус старается вовсе не для Сергея Таким образом он привлекает самок с началом брачного периода И напоследок топ 7 ярких снимков Гомеля и области в Инстаграм На этой неделе люди охотно делились впечатлениями от концерта In Rock Style эстрадно-симфонического оркестра имени Василевского и выступления украинской группы Boombox Кто-то хвастается хоккейными трофеями а другие обсуждают коллекции дизайнеров финалистов мельницы моды Как и положено с наступлением марта в сети появились фото первых подснежников и бумажных корабликов в весенних ручьях Природа пробуждается душа поет и хочется творить Если вы тоже стали участником или свидетелем какой-нибудь интересной истории делитесь ей с нами Выкладывайте в сети свои фотографии либо видео и отмечайте их хэштегом TopOnline Создадим вместе новой TopOnline-недели На этом у меня все Мы встретимся вновь в следующее воскресенье чтобы вместе подвести итоги недели До свидания Субтитры создавал DimaTorzok